Так вы все упустили, на самом деле, все уже произошло. На самом деле музей, наверное, в своем разрушении прошел точку невозврата, так как, мне кажется, по моим оценкам, то есть вернуть музей в прежнем состоянии мы уже не сможем. Значит, он разрушен, новый ничего пока не построено. Но вот он разрушается, при этом разрушается не только сам музей, на мой взгляд, музей разрушает и... Вернее, с разрушением музея мы теряем и часть своей региональной идентичности. Я вообще ставлю параллель такую. Разрушится музей, разрушится и Владимирская область. Это очень громко. А почему? Это не то, что громко, это реально. Потому что музей, если вы помните его историю его создания, даже в конце XIX века, когда создалась Владимирская ученая архивная комиссия, это была попытка собрать те ценности, сведения о том, как развивалась Владимирская земля. Собрались ребята, купцы, ученые, не совсем ученые, архивисты. Решили, все, надо сохранить, надо создать что-то такое, чтобы Владимирская губерния сохранилась в веках. И начали эту работу. А уже Государственный Владимирсоузовский музей, заповедник, уже в середине только XX века был создан. В том виде, в каком он есть. Он действительно концентрировал в себе то, чем гордимся мы. Их задача была сохранить, передать и научить наших детей вот этому чувству патриотизма, потому что мы живем в Владимирской области и начиналась Российская государственность. Теперь задача у музея другая. Теперь задача у музея собирать посетителей, туристов и так далее. И показывать всякие чудеса, которые не всегда относятся вообще к Владимирской области. Ну, это такой выставочный вариант. Задача прокачивать через выставки как можно больше туристов. Вот такая задача. И денег. Ну, естественно, отсюда вынимать деньги у туристов. И все. Показывать им всякую, ну, что угодно, да, хотите там. Ну, то есть, как бы на потребу толпы. Задачи сохранять наше наследие, вот наши с вами ценности. Задачи этой нет. Вот последнее решение. Из музея убирается наука, которые... Ну, там были ученые, ну, были, какие-никакие, но были. Там у меня тоже к ним много претензий. И я понимаю, что музейная наука там застоялась давным-давно. С ней надо было что-то делать. Но их просто теперь сократили, перевели там в каких-то смотрителей, там еще чего-то. Они будут просто заниматься выставками, созданием экспозиции и все. Никакого изучения, сохранения, даже реставрации научной это уже за собой не несет. Вот и все. То есть, это не музей, по сути. Это выставочная контора. Вот и все. Ну, вот я сегодня был в Макдональдсе. Да, очень хорошо. И там лежит газета Владимирские ведомости. Вот где-то там в каком-то окошечке. Я вот его взял и там полистал. И там разворот про музей целый. Там на одном написано, что вот в музее что-то какой-то непорядок. Прямая речь Игоря Конышева. И справа, кстати, целый разворот, целая страница с вами, с вашей версией того, что происходит. И вот там есть комментарий Игоря Конышева. Он пишет, что ну вот у меня там нигде в техническом задании, или как это правильно называется. Госзадание. Госзадание нет ничего про то, что у нас должно быть наука. У меня зато есть вот такие вот задачи. Госзадание действительно нет. И там не написано, что Успенский собор должен быть сохранен. Там этого нет. Давайте сожгем его. Вот Тарковский недожег, давайте мы Конышев его дожгем. Там нет Дмитриевского собора. Госзадание – это формальный документ, который получает директор музея и музей в целом. И там есть формальные показатели в виде цифр каких-то. Количество экспозиций, количество экспонатов и так далее. Вот и все. И этим, знаете, вот этим козырять и говорить, что там нет науки – это, знаете, не профессионализм, а дилентантизм, я бы сказал, вообще губительный. После таких заявлений надо просто, так сказать, увольнять человека и все. Ну, человек может приехать с другой задачей, он так и понимает. А я о чем и говорю. Задача разрушить, вот она почти выполнена. Нет, у него задача какие-то деньги там, видимо, принести, сделать из этого бизнеса. Знаете, если мы меняем деньги на нашу региональную идентичность, если мы меняем деньги на наши ценности и так далее, то я против таких денег. Ну, это она для вас региональная идентичность, а у него он по-другому смотрит на все. Ну, только для меня, а для полутора миллионов владимирцев. Вот давайте тоже. Так, подождите, а у вас есть выборка на полтора миллиона владимирцев? Есть. Мы делаем ежегодно, делаем исследование, называется «На социальные самочувствия, социальные согласия Владимирской области». Я являюсь научным руководителем большого коллектива, который ежегодно участвует в конкурсе. Вы об этом, кстати, писали. Потому что Ранхейк, значит, выиграл конкурс на какую-то сумму денег Владимирской области. Ну, это серьезный конкурс. Там участвуют даже московские конторы. И мы делаем серьезные исследования. Президентский грант? Это не президентский грант. Это конкурс, который объявляется администрацией Владимирской области. Ежегодно это исследование проводится. И мы туда, так сказать, плотно вошли в эту работу. Четыре года делаем ее. Я считаю, там отличные получаются результаты. Вот готовим сейчас монографию, чтобы это стало доступно все. Можно было все похоронить, так сказать, поскольку есть заказчик, и он отвечает за... Но мы попросили разрешение публиковать, и заказчик согласовал нам. Мы сделаем книгу. А заказчик это кто? Администрация области. Более конкретно, более предметно. Ну, там вице-губернатор. Один из вице-губернаторов. Сейчас не помню. А он сейчас вице-губернатор сменится, и вам скажут, что сворачивается? Может быть. Я ничего не могу... Ну, я думаю, что разрешение получено, и мы эту монографию уже готовим. Я думаю, что там нет секретных книг-сведений. Просто это как бы этика научных исследований. Так что же там все-таки про музей? Так вот, не про музей, а про региональную идентичность. Один из вопросов, который мы задаем, это кем вы себя считаете, к кому себя относится, какие ценности и так далее. Так вот, я вам скажу, что ощущение региональной идентичности у людей довольно сильное. Мы не спрашивали специально про музей. Мы не знали 4 года назад, что у нас анкета одинаковая все 4 года. То есть мы можем сравнить. 4 года назад мы, конечно, не знали ничего про музей, но про региональную идентичность я могу отдельно рассказать, с графиками и так далее, показать просто времени. И я вам говорю, как исследователи этой проблемы, скажу, что наша выборка показывает, что большинство владимирцев относятся к этому очень трепетно. К региональной идентичности. У меня есть исследование, которое я проводил и в городе Владимире. Большое межрегиональное исследование. Я с ним уже много раз выступал и показывал. Владимир, Ярослав, Смоленск. Мы брали, сравнивали городскую идентичность. И там тоже это очень ярко видно, что Владимирцы очень ценят свою региональную идентичность. Подавляющее большинство. Все об этом думают. Роман Владимирович, ну как, ну путинский 86%, там 51%. Ну слушайте, если вы хотите... Вы хотите простых ответов на сложные вопросы. Там же есть конкретный вопрос. Да, я как исследователь вам не дам простых ответов. Сколько назвали музей в качестве идентичности? Музей присутствует, кстати. Вот как это не удивительно, музей там присутствует. Там есть другие еще там, скажем. Но музей, сейчас точно не помню. Возьмите, посмотрите. А меняются цифры? Растут цифры. То есть на фоне разрушения музея растут? Между прочим, это почти единственное, что скрепляет. Вы говорите, скрепы, скрепы. Так вот, единственное, что нас скрепляет, это не экономика. Она нас разносит вообще. У нас люди уезжают. И все больше и больше хотят уехать из региона. Экономика нас не скрепляет. Она нас разносит в те места, где интереснее и где, так сказать, лучше. А вот то, что нас скрепляет, это принадлежность к Владимирской земле, к Владимирским ценностям. Но она очень слабенькая, понимаете? Музей, власть региона над этим не работает. Она придумывает какие-то вишни там, тра-ля-ля новые, которые, новоделы, которые, ну, надо еще там 10 лет над этим работать, чтобы это нас скрепляло. Это хорошая вещь. Но с этим надо работать. А теперь все обрубилось. А вот это все не вытаскивается и не становится объединяющим. Вот вы же вспомнили мои экскурсии, которые мы делали. В основе их тоже лежала попытка создать нечто, что нас объединяет. Попытка это вытащить, потому что это основа нашей жизни. Потому что из этого без доверия друг к другу мы не можем как в области существовать. Ведь есть угроза, что не будет региона вообще, понимаете, Владимирской области. И его не будет через какое-то время. Укрупнение регионов будет все равно однозначно. В таком виде регионы не могут долго существовать. Они экономически уже разрываются. А вот если культурно его стянуть, тогда еще можно надеяться, что могут существовать. То есть будет скрепа такая. Владимир-Суздаль такая большая жирная скрепа. Можно еще кого-то присоединять. Можно часть Ярославской области. Там еще это, ну, так, гипотетически Владимирская земля. Она больше же была, чем Владимирская область. То есть об этом надо думать. Я не знаю, кто это будет об этом думать. Пока никто об этом не думает. Музей думает о том, как деньги прокачать через себя. Ну и что? При этом продает нашу историю. Вы заметите. Нашу историю. Вашу, мою. Продает за хорошие деньги. Продает. И будет продавать, пока она не развалится вся. Ну, это неправильно, я считаю. Вы когда-нибудь разговаривали с Конышевым? Нет, я не знаком с ним. То есть это не получалось? Ну, как, мы же приглашали его на разговор, на общественный слушатель. А, да, он не пришел тогда. А что я еще могу сделать? Ну, вот если вот вы сейчас пойдете по центру, встретите его? Он будет идти с трубкой? Ну, серьезный человек. Я не как с кондачка с уль. Давайте мы с вами поговорим, на улице постоим. Ну, мы с вами давно знакомы. Ну, я-то с ним не знаком. Чего я подойду? Это не очень хорошо. Вы известный человек, вы известный человек. Заочно вы друг друга знаете точно. Я не считаю себя известным. У вас хорошая узнаваемость в городе, так скажем. Я обычный человек. Поэтому, что я буду? На улице подходить? Это нехорошо. Это не... К знакомым людям можно, к незнакомым я не подхожу. Меня в детстве научили, что нельзя с незнакомыми дядями на улице разговаривать. Потому что мало ли, чем это закончится. Тонкий намек от Романа Евстифеева. Хорошо. Я сейчас в стиле... Есть такой Юрий Дудь в интернете. Он всегда задает вопрос, оказавшись перед Путиным, в конце, что вы ему скажете? Вот оказавшись перед Конышевым на публичном мероприятии, куда он, возможно, придет. Что вы ему скажете? Я ему прошу, где концепция музея? Где концепция развития музея? Мы же об этом в мае говорили. И если бы сейчас было понятно, куда музей двигается, можно было бы что-то предпринимать. А ведь он прячет ее. Непонятно, что наука будет... Он же не может сказать, наука будет разрушена. У нас концепция, что хрен вам, а не наука. Ничего не будет. Он так же не может прямо сказать. Но подспудно так все происходит. Было же какое-то заявление, что якобы уже все готово и согласовано с министерством вся концепция. Ну что и где она? Согласовано, да. Точнее, их заявление было. Знаете, это смешно просто. Было. Она вроде как показана. Какие-то слайды даже были показаны. Смешные такие. Ну и все. Вот и вся концепция. Эти слайды где-то есть. Их можно смотреть. Это не концепция. Мы же знаем, что такое концепция. Вы же учились в институте, да? И даже закончили. И даже закончили. С первого раза. Прошу прощения. Мы с Армономом учились на одном факультете и даже, возможно, на одной кафедре. Но по нам это не видно. Я согласен.